Привет всем зрителям и подписчикам канала. В этом видео я проведу для вас краткий экскурс по четвертому рангу наземной техники Германии в игре War Thunder. Вы узнаете сильные и слабые стороны каждой машины, ну и я дам вам еще свои рекомендации. Конечно же, как всегда, кратко, ясно и без мата. А, ну и розыгрыш голды под этим роликом активен. Приятного вам просмотра. Ваффентрагер, или как у нас его еще называют Вафля. Это САУ боевой рейтинг 5.7. Имеет весьма экзотический внешний вид и открытую рубку, через которую эту самоходочку легко убить как с воздуха, так и при помощи артиллерии. Броня отсутствует напрочь и нацелена максимум на защиту экипажа от мелкашек или же осколков. Но с другой стороны, без халбрейка Вафля может сожрать несколько снарядов и даже не заметить. Скоростные характеристики посредственные, как с ездой вперед, так собственно и назад. По сути, весь этот комочек немецких проблем хоть как-то спасает классическая длинноствольная 88-мм пушка с пробоем более 200 мм, которые вооружены чуть более позднее по БРУ немцы. Она может справиться с любой целью вне зависимости от дистанции, плюс не страдает от перезарядки. Но есть проблема. У этой пушки плохие ОВНы, то есть она не опускается вниз. Если играть в топе и от средних, а также дальних дистанций, Вафля может быть эффективной САУ, но в целом я бы ее назвал скиллозависимой техникой. Пантера А. Средний танк, боевой рейтинг 5.7. Помните Пантеру Д, у которой не поворачивалась башня и которой приходилось держаться от противника на дистанции? Так вот, тут такой проблемы нет. Перед нами большой, красивый и агрессивный танк с хорошим бронированием во лбу, а также мощной пробивной пушкой в башне. Пантера А. Быстрый танк. По прямой не уступающий, а то и превосходящий ту же Т-34-85. Кстати, именно А-версия оборудована лучшим двигателем из первых Пантер. Но в узких коридорах, городских карт, немалые размеры и картонные борта могут Пантеру доподвести. Задний ход представляет из себя всю ту же фирменную болячку всех Пантер, а именно 4 км в час. Это не норма. В лоб, кстати, Пантера неплохо танкует, особенно на дистанции, если по ней будут стрелять одноранговые противники. Популярные уязвимые места это район маски, ну и конечно же командирская башенка. Для тактических курвоманевров доступны дымовые гранаты, а пушка позволяет поражать почти все, что встречается на пути. Хорошие ОВНы, перезарядка и баллистика, все здесь на месте. Пантера А хороший танк, все так же любит средние и дальние дистанции боя, но при этом при должных умениях танкиста может продавливать врага и в ближнем бою. Главное не подставлять борта, а так я вам ее рекомендую. Пантера А это хороший выбор. Пантера Ф. Боевой рейтинг 5.7. Ну, как видите, еще одна модификация Пантеры. Двигатель тут слабее, а значит ФК медленнее Пантеры А. Но тут стоит другая башня, у нее есть как плюсы, так и минусы. Плюс в том, что маска сплошная, в ней 120 мм во лбу без каких-то уязвимостей, то есть на дистанции ее будет сложнее пробить всяким там слабеньким пушкам. А если еще и добавить угол, отвернув в сторону, то можно добиться и не пробить ее Т-34-85 даже в упор. Но расплата заключается в худшей скорости наводки башни по горизонту. Не так плохо, как на Пантере Д, но до версии все же не дотягивает, и это заметно. Кстати, в борту у Пантеры Ф чуть больше брони, но это не сыграет какой-то важной роли в бою. В целом, достоинства и недостатки все те же, что и на Пантере А. Задний ход это минус, размер сарай и тонкий бор тоже такое себе. А так в целом, за счет брони и скорости шикарной пушки танк вышел комфортным и эффективным для рандома Вар Тандера. Рекомендую я вам и Пантеру Ф. Оствинт 2. Зенитка с боевым рейтингом 5.3. Развитие серии Оствинт. База зенитки это корпус танка Панцер 4, а башня это легкобронированные экраны с дуплетом 37 мм пушек. Скорость, живучесть, броня, все это не про Оствинт. Его задача держаться за спинами союзников, не подставляясь под урон. В принципе, две 37 мм работают хорошо, сбивают самолеты и делают это неплохо. А вот против танков хорошей бронеленты тут нет. Максимум, что ты убьешь, так это какую-то другую зенитку. Короче, держись сзади, прикрывай союзников от воздуха и будет от тебя толк. Зенитка в принципе вполне норм. Хочешь бесплатные золотые орлы? Участвуй в розыгрышах на моем канале. Поставь под этим видео лайк, подпишись на канал, прожми на колокольчик и напиши комментарий. Можешь даже с вопросом, оставив в нем актуальный ник в War Thunder. И получи возможность выиграть 1000 золотых орлов на свой аккаунт. Главное, не забудь выполнить все условия, если хочешь участвовать в розыгрыше. Причем, чем больше лайков будет под этим видео, тем больше победителей. 5000 лайков равно 3 победителя, ну а если сможете в 10 тысяч, то я разыграю 8 по 1000 золотых орлов. Все в ваших руках. А за прошлый розыгрыш 1000 золотых петухов у нас получает никто иной, как злой петух. Поздравляю и пожалуйста. Пантера Г с боевым рейтингом 6.0. Боевой рейтинг, как видите, вырос, а вот улучшений особо я не вижу. Это как Пантера А, только вот хуже поворот башни и хуже двигатель. Отчего такой боевой рейтинг, не ясно, но как-то так. Пантера, конечно, играется, но особого смысла от завышенной по БРу Гшки, когда на 5.7 есть и Ашка, и Эвка, как бы нет. Можете, конечно, прокачать этот танк, он нормальный, но зачем? Ягдпанцер 4.5, САУ боевого рейтинга 6.3. Ранее это был один из главных кактусов игры, хотя в стоковом варианте на подкалиберах до сих пор таковым и является. Это максимально легкая и быстрая САУ с 90-миллиметровой пушкой, так называемая кустовая техника. Брони очень мало, но достаточно, чтобы какой-то каморник взял, да взвелся, подорвав все содержимое коробочки. Так что наражен весь не лучшая идея. 4.5 в основном играется на больших картах. За счет своей скорости и пушки, стреляющей послевоенными кумулятивами, Ягдпанцер может вести бой на больших дистанциях против любого противника. Тем более, перезарядка и все остальное в случае этой пушки в основном радует, разве что могу заметить рандомный урон кумулятивами. А если тебе будет что-то угрожать, то можно воспользоваться дымовой занавесой. Ягдпанцер 4.5 САУ не для всех игроков и не для каждой карты, а значит явно на любителя кустовых засад. Ягдпантера. Еще одна САУ, а у нас в игре боевой рейтинг у нее 6.3. Корпус от танка пантеры. Вперед едет хорошо, назад не едет совсем. Лоб корпуса, можно сказать, хорошо защищен от боевых рейтингов 5.7-6.0. Но на собственном Берри выше появляются пушки, которые будут пробивать прямо в силуэт. Вооружена Яга 88-мм длинноствольной немецкой пушкой. Она вполне себе актуальна для пробития и уничтожения всех и вся на пути. Но отсутствие башни, плохой задний ход и зачастую бои внизу списка не делают Ягу легкой в плане геймплея САУ. Лучше всего держать какую-то дистанцию и работать из-под тяжка. В ближний бой, конечно, косплея штурмовую самоходку, танкуя снаряду пойти можно, но лишь удостоверившись, что ты в топе списка. Не могу сказать, что Яга плохой танк. При определенных условиях она вполне себе может раздать, но слишком уж часто ее закидывает туда, где ей очень больно. Волкер Бульдог. Легкий танк с боевым рейтингом 6.3. Как бы мне его помягче описать. Не дамажущая, ваншотная, консервная банка. Вот, так, наверное, будет объективно. На бумаге танк вроде как нормальный. Едет, пробой хороший, там перезарядка. Но он достаточно высокий и прозевать Бульдога или не заметить его будет сложно. Броня откровенно слабая, но об нее взводятся снаряды. А пушка, она наносит весьма посредственный урон по танкам противника. При том, что ты попадаешь в бои против стабилизированных британцев и живучих американцев. Тогда же обычный Шерман со стабом это реальная проблема для немецкого М41. По факту немецкий Бульдог это либо попытка в быстрый выход на летке за счет повышенного фарма очков возрождений класса легкий танк. Либо респ третьей или же четвертой волны. Не рекомендую я вам этот танк, ну а если уж хотите услышать чуть о нем побольше, то я недавно сделал по нему целое видео. Проверяйте переход справа, вон там, вверху экрана. Фердинанд. Немецкая тяжелоборонированная САУ на базе Тигра Порше. Боевой рейтинг 6,3. Во лбу у Феди 200 мм брони, что в рубке, что в корпусе. А это, я бы сказал, уверенная защита почти от любой техники этого БРа и ниже. А на дистанции так вообще можно танковать даже 100 мм советские пушки. Сам же Фердинанд вооружен, как вы, наверное, догадываетесь, 88 мм стандартной длинностволкой. Она, она шикарна. Вот только у Фердинанда ее перезарядка в топе сопоставима с перезарядкой средних танков-союзников. Короче, Фердинанд не просто попадает, пробивает, убивает, он еще и скорострел. Ну а главный недостаток, это, конечно, неповоротливость из-за огромного веса и плохая скорость вперед. Фердинанд очень медленный танк, и этот факт сразу делает из него САУ не для всех. Но лично мне в последнее время он даже заходит. На счету моего Фердинанда уже две сброшенные ядерки. Так что дело в подходе и, конечно же, в руках. А подход тут простой. Не спеши и воюй от дистанции, время от времени поддушивая слабых шерманов и Т-34. Ну а если вдруг Фердинанд возник у тебя на пути, самым разумным решением будет выстрелить ему в пушку. Ну а так, конечно, явно на любителя. Королевский Тигр Порше. Тяжелый танк с БР-6.3. У нас тут Тигр-2, но с чуть менее бронированной башней производства Порша. Если вы попадете в щеку без скоса, то можно будет пробить и ваншотнуть Тигра даже не с самых мощных орудий. Но оптимальные скосы и углы все же дают башне и потанковать. Тигр – медленный танк. Он, конечно, не самый медленный в бою, но в реалиях быстрых машинок нужно быть повнимательнее и проверять свои фланги. Во лбу корпуса не поддающаяся почти никаким военным снарядам броня. Ею можно торговать и разводить врага на выстрел. А круговая броня корпуса тоже не подвела. И если будет доворот, то залетать не будет. Короче, есть толк в ромбовании, на втором Тигре это уж точно. Есть и дымовые гранаты, выстреливающиеся по одной. Их немного, но они есть. Кстати, размер – это проблема, как и в случае Пантеры. Тигра не спрятать, и он достаточно неповоротлив. Но даже при всех его недостатках, королевский Тигр Порше, при наличии башни и все той же 88-мм, так вот, этот танк чувствует себя очень даже неплохо и уверенно. А в топе списка так вообще может как локомотив брать и вот просто разбивать все препятствия на своем пути. Танк хороший, я вам его рекомендую. Один из немногих актуальных тяжей в игре. Не лишним будет, конечно, зависеть кустами башню, это повысит вам эффективность. Ну а так, катайте на здоровье. Ну и последний на сегодня танк – это Королевский Тигр Хеншеля. Боевой рейтинг 6,7. Корпус и пушка абсолютно идентичны предыдущей версии. Тут отличия будут только в башне. Она более бронирована и во лбу, ее, например, с Т-34-85 уже не пробить. Но и боевой рейтинг стал выше, так что неуязвимым себя почувствовать, к сожалению, уже не получится. Вообще, как по мне, Тигр аж будет похуже Порше. Бои на БР выше, по сути-то ничего и не поменялось, только вот враги стали совершеннее. Все чаще нужно будет играть от защиты, а не атаки. Да, пушка все еще актуально исправляется, но против стабилизаторов и пробоя британцев не особо попрешь. Танк, конечно, играбельный, но слишком уж редко он оказывается в топе, а против 7,3 и 7,7 ему уже как-то не очень-то комфортно. Ну и давайте, как всегда, итог. На четвертом ранге у немцев хороший сетап из танков, боевого рейтинга 5,7, а также 6,3. Разнообразие вроде бы есть, но в целом вся техника одной и той же концепции. Это крепкая броня во лбу, больших размеров танк и уязвимая броня по бортам. Я вам буду рекомендовать прокачки Пантеры А и Ф модификации, сильные танки, которые могут как в дальний бой, так и собственно продавить грубой силой ближним бою. Оствент можно качать и он будет актуальным для этих боев. А, ну еще и Тигр 2 Порше, крутой и мощный тяжелый танк. На любителя и под ситуацию сойдут Ваффентрагер, Ягдпанцер 4,5, но в стоке будет очень больно, прям вот очень больно я вас предупредил. Ягд Пантера, Фердинанд и Тигр Хайншера. А вот что трогать скорее всего вам не нужно, так это немецкий М41, слишком уж какой-то он душный, а также Пантеру Г, так как она будет похожа предыдущих Пантер, которые стоят на 5,7, да еще и сетапа у нее нет, так что ну реально в ней смысла абсолютно нет. А так у меня на этом сегодня все, жду вас в следующий раз, счастья вам, здоровья и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok